Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Прошлое мое видео называлось «Как себя чувствует модельный портфель?» и там было снизу «А кому сейчас легко?». И там я рассказал, что часть средств мы решили переложить в разные другие активы, чтобы диверсифицировать свои вложения. И поэтому мы вложили часть средств ETF, который ориентирован на золото, и еще часть средств мы вложили в структурный продукт, это был защитой капитала, и еще два структурных продукта, один «Юни Левер» на акции компании «Юни Левер», и другой на акции компании «Луи Виттон Моэтт Хеннесси». Давайте посмотрим, как себя чувствовали эти активы. Сейчас мы видим акции «Луи Виттон Моэтт Хеннесси». Вот здесь, на перекрестии, в тот момент, когда мы 23 марта открыли вот эту ноту. Это опорная дата была. И там, насколько я помню, 59,465. Текущая цена. Сразу после этого акции компании «Луи Виттон» резко пошли вверх. Вот сразу, посмотрите, сразу пошли вверх, и вы помните, что по условиям структурной ноты доходность акций, она в долларах, 80% от роста актива в долларах. Но пришло неприятное время, начало октября, когда все начало падать, и в том числе упали акции «Луи Виттон». И они, так сказать, тут же упали практически до того уровня, на котором я их приобрел. Вот. То есть, вот данный структурный продукт, он очень сильно вырос, ожидаемо вырос, вот, как и предполагалось. Но он упал. А так как структурный продукт на долгий срок куплен, то, в принципе, ну, как бы ждем дальше, должен подняться, не поднимется. Если он начнет, будет падать дальше, если он упадет дальше, то по условиям структурного продукта с защитой капитала, то мой актив никак не изменится. То есть, в рублях я ничего не потеряю абсолютно, но зато, если поднимется, то я буду иметь 80% от того, насколько он поднялся в долларах. Следующий мой актив, который, значит, которому тоже нелегко. Золото. Посмотрите, золото мы вложили 23 марта, то же самое, значит, дата такая же. Что случилось с золотом? СПДР, Голдшерс, то же самое, ИТФ на золото. Ну, золото стало падать в цене, на самом деле, потому что доллар рос. Доллар рос ко многим валютам, в Америке все было хорошо, и поэтому золото уже не стало так интересно для инвесторов, и поэтому цены на золото стали падать, и они падали очень долго. И в сентябре они достигли минимума 1 сентября, а потом они начали расти. Они начали расти, и опорная цена, по которой мы открывали 127 долларов за унцию, там, ну, 127 долларов за одну долю в этом СПДРе, вот, сейчас 116. То есть, в золоте пока минус, но золото это защитный инструмент, и опять же, со стопроцентной защитой капитала. То есть, если золото по результатам на конец действия инструмента будет в минусе, то в рублях все будет хорошо, а если золото будет в плюсе, то мы получим 80% от роста, и есть все шансы, что мы его получим. Вот, что дальше? Так, Louis Vuitton. Unilever. Смотрим на Unilever. Вот она дата. 23 число, 22 число, 22 марта. 53.41. Там, насколько я помню, это вот именно цена и стояла. Вот, и то же самое, как и Louis Vuitton. Unilever акции пошли вверх, пошли вверх, и в октябре, точно так же, как и все остальное, а кому сейчас легко, они упали. Вот, и в данный момент они находятся ниже, чем цена покупки. То же самое, легкий убыток, но если бы сейчас структурный продукт защиты капитала закрылся, то мы бы получили свои деньги. Вот, но с другой стороны, ждем все шансы, что они вырастут. Но если упадут, то можно не переживать, деньги сохранятся. В отличие от модельного портфеля, который, если, в общем-то, акции упали, то они упали. Вот, а если выросли, то выросли. Если здесь акции выросли, то мы получаем 80% от роста, а если упали, то 0%, то есть мы ничего не теряем. То есть структурный продукт защиты капитала имеет, ну, конечно, одно неоспоримое преимущество, то, что потерять невозможно. И что еще я хочу сказать? Посмотрите, все упало. И, может быть, это хороший момент для того, чтобы войти в эти инструменты. Золото начало расти. И есть нота сейчас на акции золото добывающих компаний. Там вообще суперская штука. Там растет она или падает. Это не так важно, потому что есть такой продукт, который нота на акции крупнейших золото добывающих компаний. Ну, тех компаний, которые имеют дело с золотом. Так вот, они сейчас начинают расти. Ну, неважно, растут они или падают. Но мы на протяжении всего действия этого продукта получаем фиксированную доходность в виде купонного дохода. То есть это облигация. Мы получаем постоянно доходность 10% в валюте. В течение... 10% годовых в валюте в течение трех лет. Там продукт на три года. Вот. Вообще шикарная вещь. То есть неважно, они могут упасть даже до нуля. Но, правда, есть небольшой риск, потому что если какая-то из акций упадет ниже уровня, там, по-моему, 70%, то тогда мы получим акции этой компании. Но, тем не менее, все, что мы получали, купоны, это наши. Вот. Тоже великолепный продукт. Вот. А сейчас... А сейчас есть хорошая возможность просто вот начать вкладывать. Вот. И вкладывать, я думаю, что лучше в евро. И вот этот продукт как раз... Есть продукт, который опирается на базовые активы Луи Виттон, в том числе, в том числе, Юни Левер, в том числе, и другие там есть. То есть он в евро. Дело в том, что сейчас доллар подвержен риску. Америка вступила... Вот в торговых... Участвует торговая война с Китаем. Российский рубль точно так же. Россия под санкциями тоже, в общем сказать, в условиях контр с Америкой. И немножечко в стороне от этого стоит Европа. Со своим евро. И есть продукт интересный. В евро. Продукт в евро, который не подвержен вот этим рискам, судя по всему. И он опирается как раз на базовые активы Луи Виттон. Базовый актив Юни Левер. Это европейские компании, которые открывают новые производства. Открыли недавно новые производства. Вот Юни Левер, в частности, в России очень много открыл. В других развивающихся странах. И об этом я расскажу чуть позже, в следующем видео. А на сегодня все. Итак, мы видим, что... Вывод, что, в общем-то, нелегко было всем. В том числе и американским акцам тоже. Они упали то же самое. Вот. И европейские акции, как мы видим, тоже несколько пострадали. Поэтому... То есть, модельный портфель не принес особой доходности. Но у нас принес. Почему? Потому что вовремя вложились. А здесь вот эти вложения никакой особой доходности также не дали за это время. А кому сейчас легко? Вот. Кто-то купил доллары по 69. Тоже в убытках. Вот. Ну, как бы вот так. Смотрите мои видео. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok.